Красноармейскому району 85 Летопись Красноармейского района начинается с марта 1923 года, когда на территории Донецкой губернии в составе Юзовского округа был создан Гришинский район, а с 1938 Красноармейский. Перед вами уникальные кинокадры, сохраненные в архивах. В 1934 году на территории района было создано 80 колхозов, прообразом которых была коммуна Улей из села Ульяновки. Тогда же появился первый трактор. В годы Великой Отечественной войны Красноармейский район оказался в центре исторических событий. Более 670 дней длилась фашистская оккупация нашей земли. В истории оставили свои имена пять героев Советского Союза, уроженцы Красноармейского района. Это Холод Михаил Мефодиевич, Волков Петр Тимофеевич, Александров Никита Алексеевич, Ковтун Николай Иванович, а также маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, Герой Чехословацкой Республики Кирилл Семенович Москаленко. Гордостью района являются люди, которые внесли значительный вклад в развитие экономического потенциала родного края. Имена 10 героев социалистического труда и 50 кавалеров Ордена Ленина звучали далеко за пределами области. Наталье Петровне Соловьевой и Николаю Кондратьевичу Ивашенко присвоено звание «Почетный житель Красноармейского района». А в 2008 году это звание присвоено Дмитрию Спиридоновичу Гриценко, Ивану Матвеевичу Дикому и Ивану Евграфовичу Слухаю. Хлеб Украины, хлеб моей отчизны, дюжий, богатырский, как всегда, жизнью создавался ты для жизни и трудом для нового труда. В 2008 году друженниками сельского хозяйства района достигнуты положительные результаты. Валовый сбор зерна составил 130 тысяч тонн, а это второе место среди 18 районов. Большая роль в развитии агропромышленного комплекса района принадлежит агрофирме «Дружба», возглавляемой Иваном Ивановичем Дробным. Хозяйство возделывает землю общей площадью 16,5 тысяч гектаров. В этом году произведено более 26 тысяч тонн зерна. Предприятием высокой организации производства по праву считается в районе общества с ограниченной ответственностью «Агроленд-Эс» директор Шестаков Александр Павлович. В хозяйстве постоянно увеличивается поголовье свиней. Сегодня здесь выращивают более 7 тысяч голов. Среднесуточные привесы составляют 769 грамм. Много лет возглавляет общество с ограниченной ответственностью агрофирму «Единство» молодой, перспективный руководитель Ильин Сергей Валерьевич. Хозяйство является ведущим в отрасли животноводства в районе, а также занимает первое место по заготовке кормов на зиму. С закрытым акционерным обществом АПК «Инвест» ведется строительство интегрированного животноводческого комплекса на 300 тысяч голов по выращиванию и откормке товарной свинины с прилегающей инфраструктурой по производству комбикормов и переработке мяса. Стоимость проекта составляет 1 миллиард 202 миллиона гривен. На территории Ровненского сельского совета введена в эксплуатацию первая очередь комплекса. Завезено маточное поголовье. Свиней собственного производства, которое находится на откорме, получено более 22 тысяч голов. Трудовую закалку в Красноармейском районе получили председатель Красноармейского районного совета Костюк Михаил Семенович и председатель Красноармейской райгосадминистрации Руденко Владимир Васильевич. Всегда в поисках эффективных путей развития региона Красноармейский райсовет, его депутатский корпус, райгосадминистрация. Программа экономического и социального развития района на 2008 год предусмотрена увеличение урожайности сельскохозяйственных культур, увеличение инвестиций в развитие района, увеличение употребления населением товаров и услуг за счет роста среднемесячной заработной платы и пенсий. Граждане района живут насыщенной духовной жизнью, имея возможность осуществить право на свободу слова и религии. Большой честью недавно были удостоены прихожане Свято-Покровского храма села Гришина, приездом на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, митрополита Донецкой епархии Илариона. На родине всемирно известного композитора Сергея Прокофьева в селе Красное Красноармейского района создан мемориальный комплекс имени Сергея Прокофьева. Действует единственный в мире музей композитора. Гости села Красное, посолы Великобритании Роберт Бринкли, руководители области, участники всеукраинских областных, региональных и районных музыкальных конкурсов и фестивалей, композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов, чьи сердца всегда переполняются теплом, одухотворенностью Прокофьевской земли. Красноармейский район славен талантливыми людьми. В прошлом году исполнилось 30 лет Гришинскому народному хоровому коллективу, которым бессмельно руководит заслуженный работник культуры Украины Екатерина Николаевна Бондаренко. Коллектив известен в районе, области и за ее пределами. 9 коллективов художественной самодеятельности района удостоены звания «Народный». В каждом из 44 лечебных учреждений района жители получают первичную медицинскую помощь, физиотерапевтическое лечение, практически нашли полное решение, вопросы материально-технического обеспечения, приобретения оборудования, медицинских препаратов. Главная задача – закрепление кадров на селе. Душевное, участливое решение проблем различных категорий населения, общепринятая в районе система работы по защите прав и интересам людей, будь то ребенок, член недавно созданной приемной семьи, или юбиляр, ровесник века. В районе действуют организации на общественных началах, среди них районный совет ветеранов и районная организация инвалидов Украины. Подготовка спортивного резерва осуществляется в двух детско-юношеских спортивных школах. Активно культивируется футбол, теннис, бокс, легкая атлетика, восстанавливается потребность в укреплении здоровья средствами физической культуры. На сегодняшний день район имеет 9 спортсменов 1-го разряда, 60 спортсменов 2-го разряда, мастера спорта Украины в гиревом спорте. Вопрос реализации государственной семейной и молодежной политики в районе направлены на выполнение комплексной программы «Молодежь района». Действует 20 детских общественных организаций, районная молодежная общественная организация «Союз молодежи региона Украины» и районная молодежная организация «ПЛАСК». Ежегодно лучшие представители района принимают участие в областных конкурсах «Женщина Донбасса», «Молодой человек года» и становятся их победителями и дипломантами. Не остается без внимания и многодетные семьи. За рождение и воспитание детей матерям семьи «Озерчук» и «Ластевка» присвоено почетное звание «Мать-героиня». Образовательная сфера района – это 360 учителей и более 2,5 тысяч учащихся. Гродовская общеобразовательная школа вошла в 100 лучших учебно-воспитательных учреждений Украины. Известна она прогрессивными взглядами. Здесь слово представителей школы – закон. Постижение уровня знаний, необходимого для современного человека, овладевание навыками работы на компьютере, возрождение народных праздников, обрядов, ремесел, далеко не полный перечень интересов учащихся района. Надлежащее внимание уделяется профильному обучению старшеклассников. Ежегодно выпускники 8 школ района вместе с аттестатом о полном среднем общем образовании получает свидетельство трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства категории «А». Многие из них пополняют хлеборобскую семью. Родимая земля – достоинство мое, вся жизнь моя – забота и отрада. Наверное, земли есть и краше, и теплей, наверное, есть, но мне других не надо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова